Здравствуйте! Это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко и сегодня у нас в гостях депутат Московской областной думы Дмитрий Валентинович Дениско, который уже долгое время работает депутатом. Как видите, у нас новогодняя студия. Это значит, что мы и подводим итоги, и смотрим вперед. И, конечно же, не забываем о том, что Дмитрий Валентинович представляет фракцию «Единая Россия». И я так понимаю, что в декабре у вас юбилей. Правильно? Абсолютно верно. Николай, добрый день. Добрый день, уважаемые телезрители. Действительно, 1 декабря партии «Единой России» исполнилось 20 лет. И это достаточно серьезный срок для партии в нашей стране. А вы сколько лет в партии, когда вы вступили? И почему вы, кстати, вступили в «Единую Россию»? Я вступил в 2005 году, то есть я уже 16 лет в партии. И я вступил по совету, даже, я бы сказал, настойчивому совету моего старшего товарища Владимира Петровича Ружицкого, когда я сбрался депутатом в первый раз. Но вы не сопротивлялись? То есть какие-то убеждения совпадали? Программу почитали? Нет, скажу честно, я скорее смотрел, ориентировался на людей, чем на какие-то программные вещи, потому что программные истории в каждой партии, они достаточно такие правильные и нацеленные на благо людей. Поэтому здесь я скорее ориентировался на тех людей, с кем предстоит работать. То есть человеческий факт. Так как я был в команде нашего главы и хотел работать именно в этой команде, я выбрал партию «Единую Россию» и на самом деле до сих пор ни разу не пожалел. Ну, вы были депутатом Совета депутатов здесь, в городском округе Люберцы. Ну, а теперь уже, можно сказать, много лет представляете и партию, и люберецких граждан, можно так сказать, в Московской областной думе. 29 сентября прошло первое пленарное заседание нового состава. Как проходили выборы и как происходило ваше общение, несмотря на эту всю пандемийную ситуацию с избирателями? И волновались вы, переизберут, не переизберут? И, кстати, почему вы опять пошли дальше? Хороший вопрос. Сразу все. Да, честно говоря, уже для меня столько времени прошло, хотя, казалось бы, это было совсем недавно. На самом деле, я не волновался абсолютно. И эта избирательная кампания, если уж мы о ней заговорили, была для меня достаточно необычная, потому что о выборах я практически не говорил. Мы встречались с людьми, собирали наказы и собрали по всей области партии «Единая Россия», собрала более 700 тысяч, порядка 780 тысяч наказов. И люберчане более 20 тысяч наказов в эту копилку внесли. То есть, грубо говоря, они не столько думали выбирать, не выбирать, сколько понимали, что, скорее всего, его выберут, значит, ему наказы надо. Сразу конкретно по делам. Вопрос даже немножко не в этом. Вопрос в том, что есть определенный, наверное, дефицит живого общения. Хотя и поэтому люди высказывали... Активность была там, где были какие-то реальные, конкретные проблемы на месте. Там выходило достаточное количество людей, и этим людям неинтересны были выборы. Они, может быть, для них были как уже факт, для себя какой-то подтвержденный. Они ко мне обращались уже как к человеку знакомому, как к депутату, который с ними работает. И они просто высказывали свои потребности, мысли, наказы давали. Мы их записывали, сортировали. Но это получается тогда, раз таким был разговор, их устроило то, что было до этих выборов, то есть работа. Вот перед выборами, наверное, какие-то итоги подводили. Вот мы с вами в перерыве, вернее, до начала нашей программы говорили о том, что есть такое понятие «рутинная депутатская работа», когда нужно здесь и сейчас решать вопросы. Потом здесь вы были у нас несколько раз, и в самый такой жесткий период пандемии, я помню, и о волонтерстве мы говорили, и о материальной помощи, тем более, что депутаты Московской областной думы могут этим вопросом заниматься. Вот на сегодняшний день задачи, те проблемы, с которыми люди приходят, они по-прежнему те же или что-то изменилось в этих наказах? Ну, смотря с чем сравнивать, если вы говорите со временем пандемии, то там было, на самом деле, очень мало обращений. Были обращения только по материальной помощи для конкретной категории малобеспеченных граждан. Которые дома остаются. Да, таких общественных вопросов было как раз значительно меньше. Сейчас все вернулось на такую ступеньку, которая была допандемийная, идет обычная работа, люди обращаются. Знаете, немножко изменилось то, что больше стало замечаний по каким-то сделанным работам. То есть, например, раньше был запрос «сделайте нам, например, благоустройство», а сейчас вот запрос такой «вот нам сделали благоустройство, но есть вопросы». Надо бы их… То есть, не очень хорошо сделали. Ну да, где-то что-то не устраивает жителей. Вот мы обращались туда-туда-то к подрядчику, вот нам сказали, что так не получается. Поэтому просим вас решить этот вопрос. То есть, сейчас уже немножко вектор изменился. То есть, работу видно, работа идет. То есть, улучшение того, что уже сделано, скажем так, в какой-то степени. Естественно. Но для наших жителей, в любом случае, если их не устраивает, они обращаются, и это вызывает определенное отторжение у жителей. Потому что, если сделано, должно быть сделано хорошо. Я с этим абсолютно согласен. «Единая Россия» представлена 36 депутатами, значит, фракция в МОСУ «Балдуме». Вот, 50 депутатов всего, значит, получается это большинство. И как вот вы оцениваете сейчас, пришли ли новые люди или состав примерно тот же? Какие планы, задачи ставит сейчас фракция и, собственно говоря, МОСУ «Балдума» в целом? – Фракция у нас обновилась где-то процентов на 40, наверное. Много осталось депутатов, которые работали в предыдущем САЗИ. Но пришли новые люди, добавилась молодежь, ребята очень активные. Мы уже познакомились, работаем на фракции. И могу сказать, что работа во фракции тоже постепенно меняется. Она становится более структурной, более выверенной, системной. Ставятся задачи, которые жестко контролируются и для депутатов в том числе. Поэтому и эффективность от фракции повышается. А если повышается и от фракции, значит, и повышается от партий. Ну, а если сравнивать с предыдущим САЗИ, это просто как веяние времени, потому что и пандемия, вот онлайн-жизнь внесла коррективы. Плюс увеличилась цифровая жизнь, прямо скажем. То есть есть возможность охватить, наверное, с помощью цифровых технологий большее число тех же наказов, верно я понимаю? Не совсем так. Просто это любая структура, в том числе и политическая партия или фракция, это не совсем одно и то же. Фракция – это структура управления определенная. И она развивается и совершенствуется в процессе своей жизнедеятельности. У руля у нас стоит фракция один и тот же человек все это время, это Игорь Юрьевич Брынцалов, представитель нашей думы. И работа просто выстраивается с каждым годом, я бы сказал, все эффективнее и эффективнее. И сейчас уже идет развитие не внутри даже нашей фракции, а синергетический эффект взаимодействия с фракциями всех муниципалитетов. То есть мы как ядро региона фракции «Единая Россия», и каждая фракция в каждом муниципалитете – это на местах наши представители, с которыми работа становится тоже максимально тесная, максимально выверенная, планируемая и контролируемая. То есть речь идет о том, что это и вертикальная работа, и горизонтальная, я имею в виду с людьми, которые на местах представляют фракцию. Естественно, горизонтальная работа, она шла, естественно, в каждом муниципалитете, но не было такой вертикальной составляющей. Она как бы была де юра, а де факто она работала очень слабо. И вот за последние годы эта вертикаль проявилась, укрепилась. Многие фракции во многих муниципалитетах пришлось реформировать. Те, которые не справлялись с поставленными задачами. А задачи ставятся, каждую неделю нарезаются новые задачи, и работа идет плановая. Поэтому, еще раз повторю, эффективность как раз от этого растет, потому что системность, структурность нашей фракции, Единой России, в областной думе и в муниципалитетах, она развивается. В хорошем смысле слова чистка происходит. Если кто-то не справляется, вы с ним прощаетесь. Ну, скажем так... Или переводите на другое место работы. Нет, нет, скажем так, здесь же понимаете, это же в основном даже не совсем работа, это где-то призвание. Призвание, да. Да, и если человек не хочет на этой позиции трудиться, то, естественно, найдутся люди, которые хотят. Да, понятно. Хорошо, теперь поговорим о, помимо того, что есть конкретные задачи, поставленные перед вами как депутатам конкретно городского округа Люберца, в данном случае людей, которые тут живут, есть еще и работа в комитетах. А вот какой вы возглавляете комитет? Я не возглавляю комитет. А вот видите, а оговорка по Фрейду. Участливый. Да, да, да. Но, по крайней мере, в каком вы участвуете и какова задача этого комитета? Я участвую в комитете, который занимается транспортом, дорожной инфраструктурой, информатизацией. Самый, по-моему, расстрельный. Вы знаете, на самом деле, на мой взгляд, это один из самых интересных комитетов. И немаловажно, что как раз работая в этом комитете, у меня появляются дополнительные возможности влиять на некоторые вопросы транспортного, транспортной доступности какой-то, организации транспортных потоков, создания дорожной инфраструктуры. Я так понимаю, что вот этот Октябрьский проспект, который тоже является таким болевым, что ли, местом городского округа Люберцы, вот, тоже когда-то он, может быть, разрешится. Почему? Потому что, конечно, для такого города, которым является городской округ Люберцы, должна быть уже какая-то магистраль настоящая. Ну, он, естественно, разрешится. Сейчас же идет первый этап реконструкции. Он не может не разрешиться. Долго для нас идет. Ну, вы знаете, к сожалению, волшебников нет. Сейчас идет первый этап – вынос сетей, согласование по земельным всяким вопросам. То есть это он заложен. К сожалению, долго, естественно, долго, да. Но мы находимся в центре очень плотной застройки. Не только жителями, но и коммуникациями. Поэтому это самое такое. Все должно быть осторожно, аккуратно. Конечно, конечно. И в действующем, в живущем организме городском. Поэтому это все аккуратно. И, естественно, это все сделают. И, естественно, и трассу Урал тоже реконструируют. И расширят, и мост построят. И все будет у нас здесь хорошо. Приятно слышать это в финале первой части нашей сегодняшней, все-таки новогодней программы. И сейчас мы поговорим дальше. Сделаем небольшую паузу, потому что вопросов еще много. Напомню, что это программа «Открытый диалог». У нас гостяк Дмитрий Валентинович Дениско, депутат Московской областной думы. Попросил меня в перерыве, что по транспорту еще есть какие-то дополнения. Это тема глобальная. Не по транспорту, а по дорогам. По дорогам. Это в плане перспектив, потому что инфраструктура дорожная, она должна развиваться. И жители часто задают вопросы, почему у нас такие пробки, почему мы с этим не работаем, не боремся. Тоже один из проектов, который губернатор уже согласовал и на который федералы выделили деньги. Ну, согласовали деньги. Это дублер Егорьевского шоссе. Потому что Егорьевское шоссе – это самое проблемное место сейчас, которое беспокоит многих наших жителей. Вот появится дублер, соответственно, и Егорьевское шоссе тоже сможет разгрузиться. Прямо как в Москве с дублерами все красиво будет. Идем дальше. Следующий вопрос – это все-таки возвращаемся к тем наказам. Вы озвучили какую-то невероятную цифру в первой части программы. И вот как сейчас выстроена будет работа с наказами избирателей? Как это происходит? И может ли избиратель в течение, например, после Нового года к вам обратиться? И как это все будет происходить? Как это можно сделать? Избиратель может обратиться к депутатам в любой момент. Сейчас они так и делают, в основном посредством соцсетей. Некоторые приходят на личные приемы. Такие тоже проводим. Вообще работа, как я уже озвучил, 780 тысяч наказов – это очень серьезный массив данных. Поэтому с ним надо работать. Сейчас решением президентом партии «Единая Россия» региональным созданы 9 групп, разбитых по направлениям. В том числе транспорт, информатизация, благоустройство, ремонт и так далее. То есть созданы 9 таких комиссий. В каждом муниципалитете создана рабочая группа, куда входят замы, главы по направлениям. Возглавляет эту группу сам глава. Входят туда депутаты и местные, и депутаты МОСОБУДУМЫ. То есть все эти вопросы делятся на региональном уровне. И на муниципальном уровне уже внутри одной рабочей группы, комиссии тоже, они уже с местными, локальными какими-то историями… А бывают нерешаемые проблемы? И как? Бывают. На максимальных пытаетесь… Очень много вопросов, которые, скажем так, у людей тянутся долго. Например, некоторые вопросы с жилплощадью. Ну да. Да, есть закон. И закон, к сожалению, мы обойти не можем. Мы просто людям либо даем совет, как им нужно сделать, как поступить. Иногда помогаем оформить какие-то документы и так далее. Но часто бывает так, что по нормам существующим люди, допустим, не проходят. Но вы, по крайней мере, можете дать даже вплоть до такой юридической консультации. Это самое частое исполнение наказа – это оказание юридической помощи. Это очень важно, потому что наши люди почему-то боятся идти к юристу. Слово «адвокат» пугает точно так, как прокурор. Адвокат подразумевает, что надо платить деньги, а у депутата это можно получить бесплатно. Да, обратите на это внимание. Такой маленький лайфхак, как сейчас говорят. Кстати, по поводу будущего поколения. Мы уже коснулись, что во фракции областной Госдумы, я так понимаю, что не только в вашей фракции, но и в других фракциях, есть уже такие новые молодые кадры, которые пришли. Я так понимаю, если говорить о «Единой России», то многие, может быть, и из «Молодой гвардии», которая, как известно, 16 ноября был тоже своеобразный числовой юбилей. 16 лет исполнилось. А вы стояли, насколько я знаю, у истока в этой организации «Молодая гвардия». Вот насколько эта организация сегодня работает, и получается ли переход кадров оттуда уже во взрослую группу «Единой России»? У нас некоторые депутаты выходцы из «Молодой гвардии». Ну, я тоже выходец из «Молодой гвардии». Правда, я не сказал бы, что это как-то повлияло на мою политическую деятельность. В свое время, когда зарождалась «Молодая гвардия», я как раз был молодым депутатом районным. Тем самым молодым депутатом районным, да. И, опять же, по предложению главы, я возглавил это направление. Скажем так, по сравнению с тем, что было и что стало, конечно, «Молодая гвардия» очень сильно окрепла. Опять же, это уже настоящая структура с понятными регламентами, с кучей выполненных и поставленных задач. Опять же, вот все волонтеры, с которыми мы общались... Целое молодежное движение. ...и работали, да. Сначала это было на 100% выходцы из «Молодой гвардии». То есть с них начиналось. Потом уже начинали ребята к ним примыкать уже просто на волонтерскую тему. То есть это такая достаточно активная прослойка нашей молодежи, которая не хочет стоять в стороне, хочет участвовать в каких-то общественно-политических процессах, которые идут на территории. У нас ребята очень нацелены на результат, очень погружены в это направление. В процесс, да. Да, в процесс. Поэтому я, конечно, желаю «Молодой гвардии» дальше развиваться. И мы, естественно, будем дальше с ними сотрудничать и оказывать максимальную поддержку. Ну, есть такой еще вопрос, да. Сегодня молодой специалист, когда он видит, где, как говорится, лучше устроиться, насколько среди этих ребят могут, к несчастью или, к сожалению, появиться конъюнктурные люди, да, которые приходят для того, чтобы заработать себе место и потом дальше, ну, как это было и в Советском Союзе, да, от имени партии, ну, решать личные вопросы. Ведь такое тоже бывает. Я в этом не вижу вообще ничего криминального, не вижу ничего в этом плохого. понимаете, мы трудно требовать идейности какой-то, да, от человека, тем более от молодого человека, который еще особо и не знает. У нас же нет такой пропаганды, у нас нет идеологического давления такого-то, да, чтобы у человека сформировалось мнение, тем более политические пристрастия, да. Он человек, молодой человек, экспериментирует. И, наверное, не знаю, в 90% случаев он хочет просто узнать, что это такое. А в 50% или, может быть, в 20%, я не знаю статически, он думает, что конъюнктурный – это правильный ход. И в этом ничего страшного нет. Главное, чтобы он приносил... Пользу. ...своими действиями пользу обществу. А те люди, которые пришли из конъюнктурных соображений, значит, у них прагматический склад ума. Значит, они тоже могут в своем роде принести какую-то пользу организации. То есть задача старших товарищей – направить их просто в правильное русло. Правильно, да. Вот именно задать направление движения и определить в нужный момент причины, помыслы и, самое главное, перспективы этого человека. То есть если он, даже неважно, из-за каких-то своих прагматических соображений хорошо работает и делает то, что нужно, людям, да, и жителям, да, пожалуйста, ради бога. Еще такой вопрос. Вы превалируете, да, в Московской областной думе, я имею в виду ваша фракция, но есть и другие представители, другие депутаты. Как идет работа? Или вы друг на друга не смотрите? Или все-таки сотрудничаете? Мы не здороваемся. Да-да-да. Ну, некоторые так думают, что там прям война идет. Нет, никакой войны у нас нет. Нет, мы дружим. И вопросы... Во-первых, у нас все фракции представлены в основных комитетах. И работа идет... Есть такие вот межфракционные совещания. Там, да, многие важные вопросы обсуждаются на всех фракциях. И, например, когда приходят представители из правительства, там, министр, там, или какие-то там серьезные вопросы обсуждаются, они обсуждаются на каждой фракции, не только на нашей. То есть и правительство доводит свои идеи, свои планы каждой фракции. И потом по таким вопросам высказываются, опять же, представители каждой фракции. Это по регламенту абсолютно нормально. И 99% – это полностью конструктивное взаимодействие. Ну, очень хорошо. И теперь мы подходим все-таки к неким новогодним традициям, потому что нам нужно понять, какие глобальные планы. Я так понимаю, что декабрь для областной думы тоже такой важный период, потому что бюджет обсуждается и так далее. Исходя из тех наказов, которые вы получили, Новый год совсем быстро приходит, очень быстро проходит. Наступает новый 2022 год. Вот что в планах у вас, как у депутата персонально и у фракции в областной думе? Вы имеете в виду на следующий год или... Ну, вот в ближайшее время, декабрь и на следующий год. Мы можем тоже забросить мостик. Нет, сейчас самое главное – это, естественно, принять бюджет. Чтения идут. Я не вижу там особых проблем. Думаю, что все это будет нормально. У нас бюджет по-прежнему социально ориентированный. И расходы на социалку у нас ежегодно растут. И доходы бюджета тоже у нас растут. Это очень позитивно. Из таких вот свершившихся историй я бы, интересно, вот по поводу моего комитета, я бы назвал пилотный проект, который будет запущен с Нового года по транспорту. Это так называемые брутто-контракты. В Москве это уже работает. Когда водителю маршрутки на регулированном маршруте, неважно, сколько человек он везет, неважно, как они платят по карте, по социальной карте и так далее. Важно, чтобы он приехал вовремя, остановился там, где нужно. По графику. И машина была полностью соответствовала требованиям, которые предъявляются. В этом случае автоперевозчик получает свои деньги из бюджета. А все пассажиры платят напрямую в бюджет через посредством этого транспортного перевозчика. Это, надеюсь, избавит нас в перспективе от руганий, которые сейчас бывают на дороге, и с которыми мне многие жители обращаются. Сейчас это два муниципалитета будет опробовано в Московской области. Но надеемся, что в следующем году, а может даже раньше, мы это будем переносить на весь регион. Тогда решится еще одна проблема. Ну и вопрос к вашим лице, всем депутатам областной думы. Сейчас Новый год приближается, люди начинают тратиться на подарки и так далее. Но мы понимаем, мы это озвучивали на самом высоком уровне, что цены меняются. То есть, возможно, будет больше обращений за материальной помощью и так далее. Депутаты как-то отслеживают вот эту ценовую политику, понимают, что немножко меняется жизнь. И некоторые там товары, то есть некоторые люди немножечко меньше могут позволить себе купить, и на них надо обратить внимание. Я так корректно скажу. Ну, депутаты, естественно, это тоже понимают. Депутаты тоже люди. Тоже покупают. И тоже ходят в магазины, да. И к нам также обращаются наши малообеспеченные жители. Мы всегда оказываем помощь и продуктовые наборы. И вот под Новый год мы делаем такие некие праздничные наборы для многодетных и так далее. Но это уже личные, скажем так, инициативы. Задача, в общем-то, наша глобальная – развивать экономику, чтобы мы могли платить достойные пенсии, чтобы мы могли платить достойные зарплаты бюджетникам, чтобы они имели возможность, невзирая ни на какой рост цен, обеспечить себя и свои семьи. Спасибо большое. Мы желаем вам все-таки впереди… Только началась работа в сентябре фактически, да, нового созыва. Желаем вам, всем вашим коллегам и, кстати, нашим другим депутатам, представляющим городской округ Люберцы, хорошей работы, хорошего Нового года. И после него вот новых пилотных проектов, чтобы и транспортная проблема решалась, и бытовая, и ценовая, какая угодно. Дмитрий Валентинович Дениско, депутат Московской областной думы, уже не первый год депутат, поэтому ждем вас уже после Нового года. Возможно, будут какие-то новые приятные новости или, по крайней мере, будем обсуждать те проблемы, которые нужно решать. Делать будем это вместе. Это была программа «Открытый диалог». С вами был Николай Пименко. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»